Всем привет уважаемые зрители канала. Вашему вниманию предлагается игра с турнира Зеркала 3. Шестой тур. И встречаются у нас Волвин, которого мы и будем с вами смотреть против 780. Шаблон ребята начеркали Мир Даймонд. Турнир проходит только на зеркальных шаблончиках, поэтому расклады абсолютно одинаковые. У обоих игроков будет один наверху, второй в подземке, но в подземке скопирована карта, которая находится наверху. Вот в общем-то мы с вами сейчас подземку смотрим, поскольку красный игрок наверху находится. И в целом в турнире всего лишь 3 шаблона имеется. Оба игрока играют за некромантов, но в данном турнире запрещено строить усилитель некромантии, и поэтому грыженных вампиров мы с вами в данной игре точно не увидим. Хотя по договоренности они могут в принципе все это дело строить, тем более плагин Hever Rules позволяет это делать. Так, пробиваются грифоны, и таким образом сразу же можно нырнуть в какую-то зону, засиживаться ни в коем случае нельзя. Герои-некроманты зашли неплохие. В принципе Айслин один из топовых, можно сказать, героев, наряду с такими героями, как Тант и Галтран. Ну Тант и Галтран это явно топ-2, конечно. Ну а вот третий, я думаю, заслуженное место именно у Айслин. Ее принято называть не Айслин, а Аслин или Аслина, что созвучно с Аслом, да? Но мы не будем над ней так шутить. И одновременно с пробивкой этого портала он еще и открыл себе возможность пробежаться по дорожке мимо этого портала. Приходит герой-специалист по логистике. Такие герои при прокачке не имеют права продвигать себе логистику, потому что логисты вносят огромный дисбаланс в расклады игроков. Поэтому если через него играть, то без прокачанной логистии. Итак, он уже видит, какая охрана будет после портала. Видит, что там цитаделевская зона. Если верх пробьется, а ему желательно пробиться в первый же день, то за счет обзорочки можно будет определить, в какую же сторону лучше всего бежать главным героем. Смею предположить, что, судя по всему, именно Айслин и будет главным героем с большой долей вероятности. Имеется неплохой ящик Пандоры, который находится внизу за птичками. Но на данный момент он не пробиваем, поэтому это останется на потом. В нижнюю зону там очень простенькая охрана, через скелетов можно ломануться. Приходит еще и Исра. Исри и Ведомини не удастся заэкспертить некромантию до тех пор, пока вы все навыки не качнете им полностью до эксперта. Только тогда начнут появляться. Поэтому они немножечко отпадают в плане профита, да, игры за них. А вот ящик Пандоры за кентаврами, его можно ломануть, даже попробовать сразу. Вдруг там, например, какие-нибудь 5000 опыта для хорошего старта Айслин, это было бы очень и очень даже круто. Но пока что решает через Исру пробиваться вниз. То, что у него имеется целых три некроманта, это здорово. Он их может даже по разным флангам раскинуть и потом перебрасывать армию. И даже за один день проводить несколько битв по разным флангам. Ну и мы видели с вами, что в данном турнире в целом любит, конечно, Валвин ломиться к сопернику как можно быстрее. Вот только не всегда это ему выгодно. Посмотрим, как будет в этот раз. И мы с вами отмечали ряд ошибок со стороны Валвина, особенно это связано со штрафами, с оббеганиями каких-то объектов по дорожке и так далее. Ну то есть с экономией очков перемещения у Валвина были проблемы. Остались ли эти проблемы или нет, мы с вами сейчас и посмотрим. Я думаю, что Валвин пересматривает партии и какие-то выводы все равно должен делать. Понятно, что в данном турнире шансов пройти дальше уже практически не осталось. Они минимальны. Остается только последнее. Получается вот этот вот шестой тур, потом седьмой, восьмой сыграть и все. То есть максимум, что ты можешь набрать, это три очка в этом и шесть очков в следующих. То есть девять очков. Вот если все три игры он выигрывает, то возможно у него будут какие-то шансы. Если же сегодняшнюю игру проиграет, то можно будет расслабленно просто доигрывать тогда. Турнир ни на что не претендуя. Дело в том, что из всех игроков, которых здесь собралось сорок с чем-то, по-моему, некоторые уже, правда, потеряли шанс и снялись с турнира. Но вот изначально было так. И вот из них только восемь человек после восьми туров по швейцарской системе, где играют игроки, набравшие одинаковое количество очков друг с другом. Вот восемь лучших проходят дальше. И попасть в эти восемь лучших из такого количества игроков, ой, как непросто. Но, тем не менее, уже есть игроки, например, которые точно проходят дальше. Они могут даже проигрывать оставшиеся игры и при этом шансы не потерять на проход далее. Например, таковым игроком является Санёк. Так, ну а тут битва с гарпиями непростая. Нет поднятия нежити, поэтому, вы сами видите, сорок скелетов потерять в таком бою, это, конечно, не очень. Но зато обзорочка теперь показала, что есть консерватория, есть в нижнее жилище лечей, есть еще один ящик пандоры наверху. Внизу по бездороге есть повышалочка на силу магии. Некрометчик имеется. Повышалка на силу, даже две концы. Опа! Две концы сразу же в стартовой зоне. Интересно. Вот их бы чекнуть, ну, правда, вторую я не знаю, как чекать. Там просто в охране стоят циклопы. Явно пока что стоит их, наверное, обходить стороной. Чтобы не слиться раньше времени и не потерять шансы. Но в целом Айслин со своей метеориточкой, это очень круто должно смотреться. Так, и собирается ехать пробивать гномятню, судя по всему. Ну и, наверное, правильно делает, что сначала пошел на троглодитов, стоящих рядом. Их пробить быстрее, и на них можно будет получше нанекрить себе скелетов. А потом уже идти тогда на верхний бой. Тем более, там, со стрелками придется сражаться. А вот в гномятню полезет он или нет? Вот это, кстати, тоже вопрос. Потому что, если гномятня большая, он же ее особо-то тоже не осилит. Да ладно! И ему дают поднятие нежити, ребят! Поднятие нежити! Серьезно? Вау! Ну, просто нет слов. Как можно вообще гильдию не строить? Да. Не, ну ее-то все равно, конечно, надо будет строить для получения контроля. Но вот, чтобы искать поднятие нежити, уже нет. И он вполне может теперь строить даже неродной город. Круто. Вот это сейчас прям... Мега... Да ладно! И ты отказываешься от продвинутой некромантии? Ну, понятно, что хочется побольше навыков нахватать хороших. Ну, ладно. Ладно, пока что отказывается. Так что... По некрению, скорее всего, будет Волвин уже проседать. За три дня особо некромантия так и не была прокачана должным образом. Зато приходит еще один некрогерой. Он уже четвертый получается, кстати. Чем? КОНЕЦ Так, и кентаврика хочет тоже через преобразователь, да? Ну, с одной стороны это разгонщик, а с другой стороны сейчас любые скелеты на вес золота. У нас же нет даже некромантии, прокачанной должным образом. Так что тяжеловатая игра идет. Внешний рынок, кстати, еще имеется. Мы с вами не обратили на него внимания сразу. Но это тоже очень топовый объект. Особенно в начале игры. Дающий огромный толчок, хорошие отстройки города. Покупки большого количества героев и так далее. Тут Касловская деревушка, ящик Пандоры с завиверными. А также ящик Пандоры немножечко справа еще там лежит. Ну, вообще, пока что те зоны, которые мы видим, они с хорошей начинкой. Вообще, Даймонд тоже довольно динамичный шаблончик в целом, если взять. И зеркальный Даймонд тоже от него ушел недалеко. Так, и отстраиваются личи на четвертый день. Айслин берет повышалочку. Ну, он, конечно, нажимал на птиц. Но нет, на птиц идти явно рано еще. Пока что не в состоянии будут это потянуть. Я вот не знаю, насколько стоило так сильно задерживаться. И не идти пробивать остальные зоны. Может, стоило как раз таки хорошенечко разбежаться. Подникрить вдоль дорожки. А охран вдоль дороги, куда бы ты ни пошел, предостаточно для никрения. А потом, получается, ты бы уже разбился, вернулся домой и начал чистить уже там Пандоры и так далее. Ну, вообще, Пандорку за кентаврами, я думаю, что взять было бы не очень сложно. Ну, не сейчас, когда армии маловато, а вот ранее. Особенно с имеющейся метеориткой, так тем более. Там бы, я думаю, и некромантия как раз бы качнулась. И магия уже начала бы там продвигаться, экспертиться. Но это если бы опыт там дали. Мы же с вами не можем наверняка говорить. Опыт там будет золото, армия. Так, из-за моральки теряется единичка. А так вообще было бы без потерь. Ну, пока что Исра это герой, который не крит быстрее всех. За счет того, что там некромантия и специализация по некромантии, все это приводит к тому, что именно эти герои на старте не крят больше всех. Но с учетом того, что потом некромантия не может качаться далее, это приводит к тому, что когда другие герои начинают продвигать и экспертить некромантию, тут уже Исра и Ведамина отходят на второй план. Ну, а мы с вами знаем, что с некромантией пока беда у главного героя. Поэтому, в принципе, лучше Исры, наверное, пока никто не крит и не сможет. Захватывает деревню, отстраивает сразу же таверну, смотрит, что по количеству городов он сравнялся с соперником. По количеству героев у них тоже примерно равенство. Но это пока что не говорит о том, что они по темпу находятся, находятся на одном уровне. Вполне возможно, что со своей стороны уже какие-нибудь пандорки или что-то еще его соперник уже начал пробивать. И, возможно, он уже пробил даже больше направлений и лучше разбежался. Просто еще не успел города в некоторых зонах захватить. Такое тоже бывает. Я не думаю, что там намеренно зашел в какую-то зону и прям не стал захватывать деревню. Такое, конечно, тоже бывает, но бывает крайне редко. Обычно ты не особо паришься, что там соперник будет-не будет, играя синим цветом, прям повторять за тобой. Тебя больше должно волновать то, что тебе нужно постоянно темповать, выдерживать темп и так далее. Если ты не будешь допускать ошибок, проседать по темпу и так далее, то при всем своем желании соперник тебя уже не догонит, если он играет вторым номером и в какой-то момент он от тебя отстал. Так, покупаются лечи, отстраиваются тряпки и тоже покупаются. Тряпки хорошо себя показывают, призраки имеются в виду. В битве против юнитов, особенно первого уровня, потому что они же регенерируют свое здоровье, восстанавливают. Поэтому можно на одних тряпках даже без потерь разруливать какие-то охраны. Ну, в идеале, конечно, хотя бы на два стека делить, то есть единичка тряпок и основной стек тряпок. И вот единичка куда-то отманила, это основной стек тряпок, в общем-то, творит чудеса. Но против каких-то мега серьезных ребят, конечно, там уже тяжеловато. Ну и желательно выбирать каких-нибудь медленных. Они тогда делятся на большое количество стеков, поэтому с ними просто разбираться. Ну, просто в каком плане? Типа ты их либо ваншотишь, либо почти ваншотишь. Но проблема в этом случае, что ты не можешь адекватно... И что, мечников идет бить? Да, идет пробивать мечников, но это не самая простая охрана. Вот если бы он наверх пошел, там было бы гораздо проще пробиваться, но он, очевидно, пошел по наименьшему сопротивлению в плане очков перемещения. Что ближе, то и пробиваем. Идет метеориточка, которая здесь очень сильно помогает в данном бою. Снова стали под метеоритку. Так, ну, пришлось немножко потерять армии. Но самое главное, сохранил свой ударный стейк скелетов, а больше, в общем-то, ничего и не надо. И заходит интеллект, от которого он отказывается ради продвинутой земли. И еще одна повышалка, и там стоят штормовики. Ну, не знаю, из полезного только с пробивкой в эту зону все, что он получил, это удвоение маны, которое он может сделать. Еще и есть юниты, чтобы без штрафа пойти взять это удвоение маны. Ну, а так, ему сразу, в принципе, было видно, что там штормовики будут, там блок сверху, но он все равно решил в эту зону ломиться. Возможно, как раз цель была это как раз-таки удвоение маны. Или надеялся, что по бездороге, может быть, как-то можно там обойти, но, как показала практика, обойти не получится. Ну, и пока армия передается снова на Исру, которая едет сражаться дальше. Пробиваются кентавры. Снимается с них ответочка. Ну, что, тоже потери небольшие. Исра просто бегает и качается, да? Некрит. Назовем это просто Некрением. Не столько прокачкой, сколько попыткой нанекрить побольше скелетов в боях. Разведка со стороны Тамики ничего полезного тоже не нашла. Ну, что, удвоение маны произошло. И Айслин теперь возвращается опять на исходную в свою же родную зону. Да ладно, и она собирается птиц пробивать. Но, опять же, понятно, что ставка будет именно на игру через метеоритку. Тем более, довольно удобно сдало таким образом, что имеется и удвоение маны. Также имеется вдобавок ко всему колодец маны. Поэтому возможности игры через мага здесь более чем достаточно. Ну и, судя по всему, задержится. Задержится на приличное время Волвин в своей же родной зоне. Сейчас Исра нанекрит немножко скелетов, после чего должен будет армию возвращать на своего главного героя. И Айслин должна будет опять же за счет метеоритки творить чудеса. Заодно посмотрим, что там в ящике Пандоры полезного. Не очень, конечно, мне нравится вот эта беготня в одном и том же месте. То есть, он уже был здесь возле птиц. Потом побежал пробиваться в зону другую, там, где сделал удвоение. Потом опять вернулся в эту же зону. Потом опять будет выбегать на дорожку. То есть, такие вот действия туда-назад, туда-назад, туда-назад. И главный герой, по сути, никуда толками не сходил. Но прогресс все равно идет. Как бы там ни было. Итак, под метеорит дачку. Ну, а зачем верхнего? Нижних, конечно, нижних. На нижних накидывай. Здесь же наибольшая угроза идет. С верхними там худо-бедно можно будет потягаться. Так. Тут снова, кстати, под метеорит стали. Но он тут и сам даже разбирается и таким образом экономит ману. Все. Разобрал спокойненько. И опыт. Вот это было здорово. Экспертица земля. Теперь уже и сила магии поднялась до 7 и знания и есть возможность чекнуть консерваторию. Кстати, консерваторию, если будет маленькая с метеориточкой, тоже взять не так уж и сложно. А за взятие консерватории уже и скелетов прибавится нормальненько так. Так, проверил к концу и судя по всему маленькая, да? То есть сразу даже может полезть брать. или нет? Так, он сошел. Ага, он убрал лечей. Не хочет терять лечей, а конца значит все-таки маленькая. Расставляется. Скелетов не очень много. Вот скелеты и тряпка на них надежда. Но наибольшая надежда на метеоритку плюс стрелочки, да? Да, минимальная конца, экспертное замедление накидывается и потихонечку, потихонечку, или двоечка, не, единичка все-таки конца. Ну, отлично. С одним ангелом уже можно будет тупо на одном ангеле дать ангела какому-то некро герою и он будет просто бегать и юнитов первого террая второго уровня просто разрывать и не крить отдельно даже от основной армии. Так, не без потерь, но зато экспертица некромантия заодно. Ну, все. Начиная вот с этого момента, с конца первой недели, уже получение скелетов должно идти более быстрыми темпами. Я вот единственное смотрю, что он смотрит как-то вдаль, типа бежать, пробивать ресурсы, гномятни там брать. Я не знаю, насколько это стоит делать главным героем. Возможно, главным героем стоит все-таки нормально разбежаться и собирать там пандорки, тем более пандор сдало довольно-таки много. А вот эти вот задержки, ну, вообще игра длится, чтобы вы понимали, 2-3, ну, бывают 4 недели, да, бывают сверхзатяжные игры, когда 5-6 недель. Но в основном вот 2-3 недели основная масса. И за это время ты должен и прокачаться хорошо, и армии получить достаточно много, и город хорошо отстроить, и гильдию отстроить. Как ты это будешь делать, это твои личные проблемы, но ты должен успеть. То есть, грубо говоря, у тебя есть 14 дней, которые ты должен использовать максимально. Если даже финалочка не произойдет, то за счет максимального использования этих дней ты уже дальше продолжишь просто так же максимально, но очередные там 7 дней или сколько там тебе будет отведено точно так же продолжать темповать. Как писал один из подписчиков, мол, что это за турнир такой, в котором игрок сливается и сдается. Ну, очень много партий в героях заканчивается, где нет финалки, от сливов никто не застрахован, и даже топовые игроки определенные под сливы иногда делают, или сливы даже всей армии, где-то не подрасчитал, потерял концентрацию и все. Ну, все же мы люди, в героях очень много рандома, ты никак не просчитаешь количество моралей, ты никак не просчитаешь количество удач, иногда даже размер армии ты просчитываешь только примерно, а не идеально, даже несмотря на опыт и знания того или иного шаблончика, поэтому, ну, сложно, идеально ты все равно не отыграешь партию, как бы ты не старался, а если ты видишь, что шансов на победу, ну, практически нет, а при этом тебе партию, возможно, надо будет играть часов 12-15, какую-нибудь Excel с подземельем шаблончик, да, о чем может быть речь, то есть ты готов просто выживать на карте эти 12-15 часов, не проще ли сдаться, ты же ни на деньги играешь, ни на корову играешь, что тебе проигрывать-то, только не говорите, мол, типа, честь, все дела, это обычная игра, которая к реальной жизни не имеет никакого отношения, и уж честь, и тому подобное даже рядом не должно стоять, так, пробиваются ресурсы, тамика продолжает по бездорожью бегать, не крить, я рад, что это делает именно тамика, а не главный герой, потому что это явно задание не для главного героя, столько времени терять и делать ставку на нечто подобное, так, без потерь, ну и что, с одной стороны конюшенку хочется посетить, а с другой стороны снизу подникрить, и армия, судя по всему, не вывозится, вот если сейчас ее не вывести, то получится задержка, поэтому, чтобы не было задержки, надо вывозить сразу, так, находится еще один город, которому, кстати, по бездороге можно даже добраться в обход, но этот обход будет со штрафом, долго не выгодно, поэтому не знаю, решится ли он именно так добираться, возможно, лучше это сделать все-таки по дорожке, хотя по дорожке там тоже, конечно, не очень удобно, мимо циклопов надо будет бежать, но дорожка есть дорожка, бегая по дороге вы очень сильно себе очки перемещения экономите, оно все равно чаще всего оправдывается, находит заклинание точность, оно нужно под стрелков в основном, появляется возможность пробиться по бездороге в инферно-зону, и по сути там уже есть даже багнутый проход, ну не багнутый проход, там сдвинутая охрана, сам проход широкий, обычно на зеркальных шаблонах по всем проходам можно проходить, даже если охрана сдвинута, из-за того, что у вас же расклады одинаковые, это вообще не критично, что один прошел, а второй там сомневается, можете заранее договариваться опять же, или смотреть, как прописано в турнире, могут прописать, что разрешено проходить, могут прописать, что не разрешено проходить, многое от организатора тоже зависит, ну или кто там составлял правила, на каждом портале, у каждого организатора, в общем, правила могут, и обычно они, в общем-то, отличаются, у каждого просто свое видение, скажем так, того или иного момента, ну что, тамика продолжает пробиваться, бьет охрану инфернозоны, но армию по-любому отсюда, хотя, почему по-любому, нет, не по-любому, в принципе, есть ангел, поэтому эту армию, в принципе, можно и не вывозить никуда, ее достаточно, чтобы бегать, не крить с одного фланга, поэтому, в принципе, он может не переживать за возврат этой армии, но нет, судя по всему, все-таки, да, возвращает армию, хотя он может тут вот между двумя некрами бегать, да, Кси и Тамика, друг другу там перекидывают армию, занимаются разведкой и так далее, а ангел, я уже говорил, что одного ангела более чем достаточно, чтобы адекватно бегать и не крить, с одной стороны, у тебя и разгонщик хороший остается, и стрелки пробиваются хорошо, и юнит из первого по второй уровень, а иногда даже и юнитов третьего уровня можно разваливать, а с учетом того, что у тебя еще и мощная магия есть, типа метеоритки, то ты как бы себе можешь позволить пробивать те охраны, которые даже сопернику могут быть недоступны для пробивки, вот как-то так. Если говорить про сегодняшнего соперника Валвина, 780, то, это в общем-то старый, очень опытный игрок, очень нестабильный игрок, который может выигрывать у папашек, и при этом проигрывать каким-то новичкам, то есть предположить, как он сегодня сыграет, мега сложно, есть возможность не краконей выкупить, начинается вторая неделька, и золото на это есть, вне краконей он все-таки вышел, поэтому можно считать отстройку города довольно-таки неплохой, армия доезжает до Айслин, и Айслин собирается пробивать ящик Пандоры, судя по всему, за кентаврами, ну и если он так уж начал бегать за Пандоркой, то, наверное, следующая Пандорка, которая будет пробиваться, она будет даже не одна, а две, на цитовской зоне снизу, они там тоже недалеко от дорожки находятся, там за Вивернами, и по-моему, то ли за Штормовиками, то ли за Воздушками, что-то такое, заодно там по дорожке, и Грифонов с Порталом можно пробить, мне у Валвина не очень нравится темп, то, что он, конечно, сидит в двух зонах всего лишь, вот первая неделя у него так в двух зонах и закончилась, ну, все равно, надежды пока есть, мы с вами не знаем, насколько отличается темп и игровая ситуация между игроками, поскольку мы не имеем возможности с вами видеть, что там происходит на стороне 780, Воздух дают, но земля прокачана, теперь воздух, воздух будет очень даже кстати, потому что если он нароет контроля, это может быть, и кстати экспертится воздух уже, он его не только получил, но еще и за экспертил довольно быстро, значит в ящике Пандоры был тоже опыт опять, 5000 опыта, ну вот, уже такой универсальный маг, там же есть склеп, но хотя он на Исру может передать, Исра заберет склеп, потом у Исры заберет снова армию и в общем-то поедет тогда вниз, мне видится именно такой вариант этого хода, но не факт, что Валвин решит играть именно так, так, снова беготня специалистам по логистике, но хотя бы без штрафа по камням, благодаря тому, что он все-таки таскает с собой только некроармию, Айслин тоже сейчас без штрафа забежала, взяла повышалочку, вот честно, я не знаю, насколько в этом сейчас был профит, ты по сути целый день делаешь простое своему герою из-за этого, если бы он передал армию на Исру, Исра поехала, взяла склеп, а, но он все равно не вывозил, да, тут очков перемещения толком не остается, ну, тогда, в принципе, может, это и не очень плохо, скажем так, для него, но темп есть темп, то есть просадка имеется, а это момент очень и очень неприятный, так, кулончик добывает, который, ну, не знаю, но навряд он ему пригодится, наверное, и начинает на второй неделе строить гильдию, вот это очень похвально, вот это то, что нужно, на второй неделе ты гильдию должен строить уже сто процентов, сейчас вообще такие тенденции идут, что даже с первой недели гильдия отстраивается, даже ребята некоторые забивают на то, чтобы строить себе армию, иногда даже на первой неделе или в начале второй получают заклинания контроля, полет, дверь измерений, городской портал и просто-напросто по темпу превосходят колоссально оппонента, а вы скажете, а как же воевать у вас армии много, а они делают ставку на каких-нибудь магов и использование магии, то есть накидывают всякие взрывы, метеоритки, цепнушки и за счет этого разваливают вражескую армию, а вот те огрызки армии, которые у них есть, на них они, в общем-то, и поначалу воюют, скажем так. На второй недельке в таверне сидит у него еще некрогерой, кстати, двойная охрана стоит, причем простенькая двойная охрана, вот сейчас посещает еще один волвин, еще одно дерево обзорное и засвечивает уже больше территории. сейчас информации вокруг становится уже побольше о том, что и где находится. На третью гильдию уже не хватает ресурсов, надо где-то искать будет серу. Так, не успевает он там пробиться по дорожке, поэтому он армию сразу же начинает передавать до главного героя, потому что два дня простоя для главного героя, это уже вообще не пойми, что будет. Нельзя такого допускать. ну и да, да, пробивает портал, то о чем мы с вами говорили, и должен забирать два ящика Пандоры, поскольку он раз сюда уже пришел, то надо все это дело забирать. Так, заглядывает в портал, пробиваются кочевники собирается бить штормовиков, да? Да. Они не захотели драться, и для Волвина это нормально. Волвин, кстати, к сопернику пришел в гости. Это уже он на поверхности находится, в одной из зон соперника. До обзорки совсем чуть-чуть не дотягивается. и сейчас заглянет в портал, куда этот портал приведет. Либо опять его вернет домой на свою карту, либо в другую зону, но опять же на стороне соперника на его карте. Но опять же видите, быстро-быстро Волвин попадает к оппоненту уже на второй недельке, хотя на данном шаблоне и на первой недельке можно уже попадать к сопернику. Это тоже зона оппонента, кстати. Это тоже зона оппонента. Накидывается экспертное замедление. Мана немножко транжирится, поэтому если соперники его где-то там подловят, это может даже серьезный минус сыграть для Волвина. Может он хочет типа подловить оппонента, который еще может не успел взять две консерватории и попытаться выиграть его за счет чисто магии, особенно если он видит, что там воин качается. Вообще кстати взять грамотность и прокачать ее наверное тоже было бы неплохо, хотя нет, он гильдию строит, он поднятие нежити в принципе сможет другим героям получить, это не такая уж и большая проблема. вот играл бы за какой-то другой город тогда да. Ну и кстати возвращается Айслин для того, чтобы ящики пандоры забирать. Вообще можно было их пробить сразу, а потом уже нырять в портал, но он решил сразу нырнуть в портал, пробежаться, после этого вернулся назад, потратил очки помещения, а когда заберет ящики пандоры, он опять будет нырять в портал, идти дальше и это будет опять двойная работа. То есть вот этими вот беготней туда-назад туда-назад немножко непродуманностью свои действия мне кажется, что Волвин уже по развитию дня 3-4 потеряет. А это много, это очень много для динамичных шаблонов. Так, Тамика затянула армию как можно дальше. Так, посещается обзорочка соперника нигде не видно и его следов присутствия тоже, но виден коричневый компьютер. Так, исследуется инферно зона. Чуть-чуть не дотянулся до рудной шахты, поэтому она будет забираться немножечко позже. Ну и тут надо решать, кем он будет вообще ящики пандоры брать? Главным героем или же этим делом будут заниматься ложки? Ну, вроде главного героя подтаскивает. Да, пробежался без штрафа, но молодец, хотя бы за штрафом начал следить, это уже большой плюс. Ему надо просто набить руку, чтобы приучить себя к вот этой беготне без штрафа, и оно все равно будет давать свои плоды. В любом случае, вот пока по потерянным очкам перемещения есть прогресс в плане штрафов, но есть немножечко и вот эта вот беда с беготней туда-назад. Может, конечно, лучшего варианта и не было там, но мне кажется, всегда есть возможность как-то продумать свои действия, чтобы максимально сократить очки перемещения. Ну и битва с воздушками, с экспертным замедлением, ангелочками. Так, ну все. Нижние три стейка вырезал, остаются два верхних. Личей не очень много, но личи так сильно дамажит, что их огромное количество в общем-то и не надо. Они и так хорошо справляются. Также элементали не имеют морали точно так же, как и нежить. Они не могут походить дважды. Големов можно отнести туда же. Неплохо подник рил. И в пандорке снова дают опыт. Заходит оружие. Хорошо. Теперь он против воина не будет выглядеть так уж беззубо. Конечно атаки все равно не будет хватать, но оружие дает существенный прирост по ударной мощи. И он еще и внешнее жилище циклопов хочет взять. Так, ну немногие прямо скажем немногие пошли бы пробивать нычку циклопов. Обычно нычки циклопов пробиваются когда их несколько. Когда есть профит их быстро собрать в ударный стэк. Но Волвин решил перемашнить максимально оппонента. В полезности циклопов не стоит сомневаться. Это очень полезные юниты. но конечно в плане сбора ну то есть за каждую неделю ты там сколько двоих будешь получать. Они довольно быстро убиваются хотя много урона наносят и довольно дорого стоят. ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй по тряпочкам удар пропущен. Ну что циклопов сразу забирает что ли да забрал циклопов опять таки делает возможность бегать без штрафа ну что ящик пандоры будет нет он пандорку за вивернами решает оставлять судя по всему на потом так гильдия мага ведет далее уже третий уровень стал ну самый важный уровне четвертый и пятый на четвертом игроки ищут городской портал чтобы была возможность быстро перемещаться между зонами но под городской портал надо много городов захватывать чтобы у тебя под контролем много зон было и ты мог быстро между ними перемещаться ну а на пятом уровне нужен полет и дверь измерений в идеале конечно дверь измерений но если зайдет полет ладно будет тоже неплохо хотя с учетом того что он играет через мага ему конечно и взрыв тоже пригодится если дадут или призыв землянок воздушек то есть это те две стихии которые у него и так прокачаны как раз таки земля и воздух силу магии решил пособирать самым разным героем даже вспомогательным так и собирается бежать в касловскую деревню возможно это связано с тем что он хочет там выкупить прирост ну а там всего лишь копейщики и лучники будут и хочет все это дело преобразовать в скелетов через преобразователь вполне может быть а Субтитры создавал DimaTorzok Так, Чарна забирает скелетов из внешнего жилища Покупаются еще тряпки После того, как тряпки будут улучшены, можно будет попробовать воровать ману даже у соперника Потому что в скором времени уже должны стычки пойти между ребятами С каждым днем эти стычки приближаются все ближе и ближе С учетом того, что вторая неделька вообще заканчивается То вероятность тех встречи, конечно, очень высока Просто у них, видите, такие расклады, когда даже в стартовой же зоне вам сдало довольно-таки хорошо Поэтому существует соблазн того, чтобы задержаться Позабирать Пандоры, забрать консерватории и так далее Тамика пробивает стоящих вдоль дорожки юнитов Повышает себе атаку, чтобы скелеты и личи наносили больше дамага И готов наконец-то пробиваться дальше Кстати, ускорение нашел С учетом того, что есть воздух уже заэксперченный для Айслин Ну, для нее было бы явно неплохо получить еще и ускорение Смотрелось бы это очень топово И снова Айс со штрафом, со штрафом поехал Кстати, внешнее жилище Дэвилов есть И со штрафом Волвин все-таки мчится туда Блин Ну вот очередная потеря очков перемещения пошла Причем сразу пробежал вниз Потом после этого побежал вверх Ну, я так понимаю, наверное, возможности сделать подвоз уже не было Ну да, у него же там уже все отходили В общем, за неимением лучших вариантов Решил со штрафом побегать Эм, зачем-то ответку снял, ну ладно Там, в принципе, вроде было видно визуально, что и так получалось ударить Решил подстраховаться лишний раз Ну, в принципе, плюс-минус один скелет это не особо большая разница Так, Тамика продолжает мчать наверх Ну, тут сразу же развилка в три стороны идет Он решил ехать влево Забирается кольцо странника Вот теперь без штрафа подъехал к внешнему жилищу После чего армия и артефакты возвращаются на Тамику Ну, да, правильно, замедление сначала У тебя в этот момент появляется возможность прикрыться Пока он подлетит И тогда уже со снятием ответки Ты просто-напросто спокойненько Без лишней метушни все это дело разберешь Тем более, есть возможность хорошенечко навалиться, да Единственное, конечно Вот эта вот смесь армии И большого количества замков она может вниз В минус, точнее, сыграть И опять, посмотрите Он рассматривает вариант, чтобы за медузами пробивать ящик Пандоры Для экономии очков перемещения В таком случае гораздо более выгодно было взять именно ящик Пандоры А потом уже ехать наверх и брать внешнее жилище Девилов А так опять же получается Такая себе двойная работа Пробежал вверх, теперь опять бежишь вниз Пробивать одно и то же Да Немножко вот с экономией очков перемещений Все равно остаются проблемы у Волвина Но зато и для вас будет наглядный пример Что можно было немножечко и лучше, наверное Так, поднятие нежити накидывается Плюс скелет Охо-хо-хо-хо Ребята, да это же пятый уровень дают То ли весь воздух Нет, весь воздух вроде дали Все, есть дверь измерений Есть полет Ну вот теперь красота Вот если не тупить То теперь, конечно, можно очень красиво сыграть Если опять же нету соперника Контроля Потому что он-то тоже мог уже взять этот ящик Пандоры Но если он играет за Воина То Может он в воздухе не качнул себе еще Поэтому, может, ему это все дело будет дороговато А маны у Воина тоже не так много В общем, могут быть серьезные проблемы в целом Так, ну осталось городской портал Таким образом найти До постройки четвертого уровня гильдии магов остается не так много А возможно, где-то и в очередной Пандорке Удастся Волвину нарыть то, что ему необходимо Так, возвращает своего логиста тоже назад Поближе к остальным героям Чтобы в цепочке где-то играл роль И строит цитадельку Чтобы под конец недели успеть поставить замок И умаксималить прирост Потому что на первой неделе прироста было очень мало То есть юнита он отстроил много Но о приросте не позаботился Это было из-за того, что цитадельку и замок не поставил Находит свиток замедления Находит пустой город Темницу И можно теперь попробовать на этой же неделе Отпорталить нычку дэвилов Возможно, конечно, циклопы отпорталятся Но хоть циклопы, хоть дэвилы В любом случае будет полезно А хотя стоп, у него еще внешнее жилище Присутствует скелетов, которые он подбирал Но вот если скелеты отпорталятся Это не очень будет профитно И находит одного из героев Возможно, это соперник Возможно, это один из компьютеров В общем, не видно флаг Стоящего там героя за горами Так что, пока сложно сказать Приблизилась ли встреча до вытянутой руки Вообще, с учетом того, что ты нашел ящик Пандоры с контролем То, когда ты видишь рядом соперника Ты должен понимать, что в любой момент тебя могут накрыть Вот просто в любой Поэтому, наверное, разгоняться теперь уже нельзя ни в коем случае А он разгоняется И он разгоняется даже на одной единичке О-оу А стоит ли риск того? Кстати, на следующий ход Возможно, он будет брать еще одно внешнее жилище дэвилов И тогда шанс отпорталивания именно дэвилов Он станет 50% по сути И будет 25% что будут скелеты И 25% что будут циклопы Теряются все лечи Но не забываем про поднятие нежити Так что это не критично Но со штормовиками, конечно, сражаться очень и очень больно Надо только не натупить с поднятиями Да, чтобы вовремя поднять всех, кто тебе нужен Так, все, успел Успел поднять основные стеки Так, а что там за свиток-то будет? Неужели городской портал? Нет Огненный щит Но это было бы слишком, да? Если бы еще и городской портал дали Это было бы слишком Решает оставаться без разгона Мчится своей армией Ну хотя мувпойнты еще есть Еще рановато даже думать про разгон Как таковой Две битвы со стрелками подряд идут Как раз вторая неделечка у нас заканчивается потихоньку Поднятие нежити на скелета ведет Без потерь Замечательно И очередное взятие в нежке Точно так же, наверное, сыграет за медло Выстроится Снимет от веточку и навалится Я думаю, ничего нового придумывать он здесь не будет Оно и не требуется Все Плюс один дэвил подъехал То есть уже будет 4 дэвила на третьей неделе у него Вот это уже хороший будет стэк на самом-то деле Так, пришла возможность разогнаться Разгоняется на двух дэвилах Почему бы нет? Скорость у них довольно-таки высокая Вероятность того, что соперник тебя Обгонит Большим количеством стэков Хотя за счет Ангелов Может каких-то артефактов еще Все может быть Отстраивается все-таки замок Из последних денег Гильдия пока отходит на второй план Ну и опять же Проблемы с серой Они еще не решены на 100% Так что придется подождать По темпу выигрывает Севан Он лучше разбежался Ну а я говорил, что Времени у Валвина потеряно много За счет вот этой беготни В одном и том же месте Просто в одну и другую сторону Он бы тоже мог разбежаться лучше Ну и плюс не забываем, что Так, построил все-таки портал Да, и циклопы вроде отпорталились Да, именно циклопы Сразу же их выкупает За счет внешнего рынка Ну, ничего Ладно Увеличил шанс Отпорталивания Девила Все равно циклопы появились Такое бывает Зато следующий день Начинается третья неделька И кто-то новый должен там отпорталиться Можно даже будет посмотреть Что, опять циклопы? А, нет, скелеты Да что ж ему так не везет-то на порталы Один портал хуже другого Получается Ну, ладно Тамика едет пробивать зомби И вот теперь на третьей недельке Вполне интересный вопрос Не пора ли объединять армии И идти на оппонента? Если ты армии не объединишь И он использует ДДшку Чтобы взять удвоение маны Отпорталивает четвертый уровень И он бредовый Вообще ничего полезного В итоге не дано Так, стал на Дэвилов Но по золоту идут серьезные просадки И опять же, внешний рынок Очень сильно помогает В том, чтобы Как раз таки Наменять себе Необходимое количество золота Для их скупки Небольшая метушня Возле главного героя происходит Но армия все-таки довозится Передается ему Точнее будет сказано Даже ей Решил накинуть полет И пойти посмотреть Что же там за герой Это коричневый Забирается деревня Он разгоняется И вот он видит Кстати, уже соперника Ой-ой-ой А соперник-то движется К консерватории Не так ли? То есть Волвин Сейчас, скорее всего Потеряет возможность Забрать одну из конс Которая достанется оппоненту Хотя там Не видно Там главный герой идет Или просто пока разведчик Но если идет разведчик То главный тоже Должен быть неподалеку Потому что главный же Пробивает направление А разведчики По этим направлениям Забегают Поэтому видите разведчика Знаете Главный герой Где-то неподалеку Хотя может он уже Убежал оттуда Но в любом случае Там скажем В радиусе Пары дней Находится От разведчика Пары-тройки дней Если нет контроля С контролем Он может и Очень далеко Находиться На самом-то деле Так Покупаются Циклопы Из внешнего жилища Ну что Циклопов Хороший Получается На самом-то деле А вот Вы видите Как все Дальше и дальше Начинает Вбегать Севен Ну что В роли агрессора Именно Севен Сегодня работает Именно он Идет на обострение И на завершение Игры И делает он это В начале Третьей недели Ну то о чем я вам говорил Две-три недельки Обычная игра Заканчивается Если игроки Более-менее Понимают Механику игры Умеют быстро Развиваться Принимать решения И так далее И вот к третьей недельке Вот как вам такая армия Четыре дэвила Несколько сотен Скелетов Около Сколько там Восьми Да Циклопов Или шести Что-то около того Так Ну пока С экспертным Замедлением Едет Пробивать Маг Ну сила магии Конечно у Волвина Довольно таки Неплохая Но Хватит ли Селенок Чтобы потом Переиграть Севена В финалочке Посмотрим Насколько разница У них будет Но я думаю Что по ангелам Однозначно Будет лидировать Севен Потому что Две концы Таки не взял Волвин Оставил их На потом Вместо этого Решил собрать Стек Циклопов 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 Девилов Правильно Это было Так Всю магию Воды Дают В ящике Пандоры Серная Шахта Захватывается 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 Состоится Если же Волвин Не захочет То многое Будет сводиться К тому Насколько Сможет Словить Севен Его Потому что Если у Севена Все еще Нет контроля То Догнать Волвина Будет Практически Нереально Волвин Будет Просто Из одной Зоны В другую Прыгать Забирать Все Что Ему Необходимо В идеале Стырить Тот же Ящик Пандоры Который Он взял На контроль Чтобы у Соперника Его Тоже Не Оставалось И Тогда Сопернику Только Через Гильдию Придется Искать Заклинание Контроля А Волвин Знает Что Первые Четыре Уровня Будут В принципе Не Особо Полезными Так Что Надежда Только На Пятый Либо На Перестройку Гильдии Которая У Ребят Тоже Должна Быть Включена Должна Должна Так, ну и на этом ход, судя по всему, заканчивается Ну, в общем-то, мы близки к финалке с вами Очень близки Начинается третий день И там, судя по всему, контроль есть, потому что довольно быстро забирается город Ну, точнее, как город-деревня И вот уже Севен начинает Волвина поджимать Волвин пока забирает деревушку болотную Если бы он где-то уликов насобирал, то можно было бы здесь даже попробовать С одной стороны загрейдить Виверну, с другой стороны этого делать было бы нельзя Потому что соперник находится рядом, и если он скаканет в эту же зону И заберет болотный замок, то он тоже бесплатно все это дело сделал бы себе Но городского портала очень сильно не хватает Насколько бы это сейчас помогло и усилило бы Волвина Волвина все еще даже армия не объединена Чтобы успеть ее объединить нужно время И не хотелось бы финальный бой с оппонентом проводить без объединенной армии Посмотрим, что сейчас Волвин придумает на этот счет Произойдет оно или нет Но продолжает свои попытки нанекрить побольше армии Палатка лечит ангелов, так что для них эти удары практически ничего не значат Отбивается еще один свиток Все охраняемые свитки полезны Вот все до единого И он его не подбирает Ну так а вдруг там городской портал Это же топчик был бы Так, докупает скелетов Ну золота маловато, да, не может себе позволить выкупить Не то что все, а многое Ну и что придумает в плане спрятаться Волвин Насколько сейчас удастся ему убежать Чтобы Севен до него где-нибудь не дотянулся Не очень выгодно без подвоза армии проводить финалочку Это будет довольно-таки большая фора Что, циклопов не берет? А зачем ты их в ударный стэк формировал? Чтобы на лошках отдавать? Просто дарить сопернику? Непонятно Так, вот он видит одного из героев компьютера Который находится между красными и синими игроком Где-то спрятался на конюшне, думает Я закрыл глаза, я вас не вижу, значит и вы меня не видите И трусится со словами Только бы не нашли, только бы не нашли Субтитры создавал DimaTorzok Так, и пошел Пошел все-таки атаковать компьютера Из-за этого сейчас потеряет часть армии Но решил, что лучше коричневого выбить сразу Причем сделать это за счет героя лошка Судя по всему Надо еще армию успеть передать на Айслен Это вообще будет провал Так, Айслен забирает армию Дэдэшится, забирает деревню И остается на разгоне Ой-ой-ой Опасненько Просто когда ты сидишь внутри одной из деревень или городов Это приводит к тому, что ты не можешь сбежать И любая финалка, она может оказаться для тебя последней Тогда нужно хотя бы подпереться Правда нет золота, чтобы выкупить героя и подпереться внутри города Отставить одного города внутри, главного снаружи Так, а вот и разведчик пришел, который идет минусовать Исру Приходится сбегать Минусует еще одного героя Вот сразу же минус два героя со стороны Валвина Севан решил потрепать его Ну что, будет ли у нас Подвоз Организуется ли хотя бы на этот день Он все еще едет Ну и заодно нам будет с вами интересно посмотреть Кто сколько армии к середине третьей недели Успел получить А это реально середина недели Четвертый день Из семи Ну вроде худо-бедно должен срастить Возможно придется выехать даже главным героем Навстречу, чтобы эту армию забрать Но главное хоть как-то довести А что происходит? Так, волной смерти, да? Минусанул Ладно Ложка оппонента Волна смерти в битве ложков Это конечно очень крутое заклинание Правда, приходится иметь хоть какую-то нежить Для того, чтобы минусовать Но зато оправдывается Так, запускает разведчика еще влево Волвин Посмотреть нет ли кого-то левее Здесь кстати еще одно внешнее жилище дэвилов есть А дэвилы есть у обоих, ребят Оба решили внешнее жилище дэвилов забирать Чтобы формировать их в ударный стэк Ну конечно и внешних жилищ насыпало Мы минимум три внешки уже видим И не факт, что это все Возможно есть где-то еще Шаблончик в плане объектов Он довольно богатый Так, ну что Я так понимаю Ни о каком объединении армии Даже речь не идет Не знаю почему То ли решил не объединять И не чувствует того, что как бы Приближается финалочка Соперник уже дважды В общем-то с тобой на стычке идет То ли считает, что он и без подвоза Вполне себя хорошо чувствует Ну не знаю Недооценку соперника делать нельзя Особенно в турнирах Даже несмотря на нестабильность Севана Скорее наоборот Нестабильность Севана Должна говорить о том Что расслабляться вообще нельзя Потому что никогда не знаешь Чего от него ожидать Так, и что Айслин собирается влево куда-то убегать Вот он смотрит Куда это в итоге приведет Типа есть ли смысл туда бежать Так, решил заодно бегая Немножко подникрить Посещает конюшню Дэд дешится на дорожку Видит, что консерватория взята И должен понимать, что он идет по зоне Которая под контролем оппонента Если конца взята То ты по сути идешь В логово врага И на 1-3-5 Его атакуют все-таки соперник С более большими Боевыми статами С огромным количеством Грейжаных скелетов Сразу же накидывает Экспертное замедление И сейчас будет бомбезный врыв Вопрос в том Будет ли откупаться Волвин У него имеется взрыв Даже Но он должен понимать Что у соперника По идее есть Поднятие нежити Сняли ответочку с коней И он думает Есть ли у него возможность Эти коней куда-то отвезти Или же такой возможности нет Решает прикрыться Хотя бы единичками Это не спасает от ангелов Но спасает от навала коней И враг подходит поближе Он и в этом раунде Уже врывается Двумя стэками Плюс лечи А в следующем Он вообще врывается Всеми стэками Плюс он ходит быстрее И в принципе Он даже чисто боевыми статами Урона может успевать Наносить больше Чем ты взрывом Еще и поднятие нежити Пошло Но уже понятно Что этот бой Не выигрывает Волвин Поэтому единственный вариант Это просто брать И откупаться По другому Просто данный бой Не тащится А золото Чтобы откупить Всю армию Не было Ну Пошел в слепоту Вот в слепую Когда идешь Ты всегда рискуешь Если по таверне Ты видишь Что мощь армии У тебя меньше То Ну Смысла наваливаться На оппонента Нет Это огромный риск Всегда Не знаю Почему так В слепую Прям пошел В зону Которая уже зачищена Без разведки Ну рисковал Рисковал И риск Явно не оправдался Вот сейчас Шансы на победу Со стороны Волвина Очень резко упали А он судя по всему Еще и откупаться Не хочет И продолжать Тащить Ну В таком случае Севан просто Делает поднятие И почти без потерь С минимальными потерями Вылазит из этого боя Волвин сдается Вот такая вот Получилась партия Севан 80 Зарабатывает Дополнительные Три очка Себе Надеюсь Что данное видео Было вам интересно Полезно Если это так То ставьте лайк Подписывайтесь На канал И следите за выпусками Новых видео Добавляйтесь в группу Вконтакте Следите за